СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Ирина Тружкова, доктор исторических наук, профессор в кафедре всеобщей истории политологии Вятского государственного университета. У нас гости сами себя начали представить. Да, это новинка, да. Член рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству Общественной палаты Кировской области. Я думаю, Азиз Альич, представьте свою сестру. Я с большим удовольствием сегодня представляю свою сестру, свою любимую сестру Сару Гюльханым. Она долго, уже длительное время, у нее огромный педагогический штаж. Сколько лет? 36 лет. 36 лет. Преподает иностранные языки в Хромандолинской сельской школе Белесуварского района. Республики. Республики. А, вы меня все поправляете, потому что я вчера сказал Азербайджанская СССР по-старому, по привычке. Да, республики Азербайджан. Почему сегодня педсовет? Ну, у нас, естественно, программа сегодня приурочена к Дню Знаний, к 1 сентября. И мы подумали, а как вот это совместить с нашей программой, да, с концепцией нашей программы «Союз нерушимый», вот это межнациональное сотрудничество. Ну, а что далеко-то ходить? У нас полным-полно классов в школах, студенческие группы, где большой состав национальный. Да, научатся дети и студенты разных национальностей. И вот так звезды сейчас сошли, что Сырагюль Ханым сегодня с нами в нашем городе, в гостях у своего брата, и она с нами поделится тем, как в Азербайджане ребята изучают, ну, в данном случае иностранные языки. Вы преподаватель английского и... Я преподавательница английского языка уже 36 лет в селе и французского. Но мы не преподавали французский, потому что наша школа, там преподают только английский и русский. И вот русский язык больше дети любят, чем английский. Когда там выбор бывает у детей, они больше выбирают русский. Выбор бывает или выбор есть всегда, что выбирать? Вот есть всегда. Вот иногда очень мало на английский хотят, а вот на русский больше хотят. В процентном соотношении сколько русский выбирает, сколько английский? Вот, например, если 30 учеников там... Это класс, класс один, да? Да, класс. Тогда выбирают там 20 русских языков, а 10 английских. А иногда бывает 15 русских, 15 английских. Ну интересно, да. То есть либо 50 на 50, либо один к двум, то есть один к трем. Кстати, я вчера думал, Сыргюль Ханым, учебный год в Азербайджане когда начинается? 15 сентября. 15 сентября? Да. Почему? Это первый год они изменили. У нас всегда было в сентябре первого, а потом изменили. С первый год, вот в этом нынешнем учебном году, азербайджанские школьники идут 15 сентября. В Азербайджане еще тепло, еще лето, учиться еще неохота, наверное. У нас вот похолодало, значит можно учиться. И в июне очень жарко бывает, в школу вообще дети не хотят ходить, но уже такой официальный закон, ничего не поделаешь. У нас, кстати, тоже в России поднимается в последнее время этот вопрос, может быть, перенесем мы немножко попозже, да? Пока, наверное, это не самый актуальный для нас вопрос. Ну, это скорее, да, скорее зарабатывается политическое качество. Ну, в некоторых странах в Европе тоже учебный год не везде 1 сентября начинается. Например, в Чехии школьники идут 1 сентября в школу, а студенты вузов 15-го. То есть вот где-то такая есть дата пограничная, 15 сентября, которая, видите, проявилась и в Азербайджане еще. Вы в каких сорокных классах преподаете? С первого до одиннадцатого. С первого? Это сельская школа. Сельская школа, да. С первого класса до одиннадцатого. То есть в первом классе уже у ребят появляется возможность выбрать, какой они будут изучать язык, либо русский, либо английский. Да, да, иностранный язык. Ничего себе. Ну, это не буквами, а на картинках мы им преподаем, как можно поздоровиться, какие-то вещи показываем, одежды, погоды. Ну, то есть вот самые распространенные, да? В слух. В русские слова. В слух. То есть в первую очередь они ловят на слух. Да, в слух. Ну, как это? Здравствуйте, до свидания, пожалуйста, спасибо. Первые же классы, это еще они с вами своих букв не знают? Еще родного языка букв не знают, да? Да. Ну, интересно, интересно. И это все официально утвержденная методика, да? Да, да. Ведомства образовательного? Да, с первого класса. То есть это не какая-то самодеятельность? Нет, нет, никакой самодеятельности нет. И так, собственно, вся республика и работает, да? Да, вся республика, да. Ведомы направляются давнишние-давнишние исторические культурные связи России и Азербайджана, потому что, ну, понятно, что... К нам сейчас, кстати, азербайджанские студенты поступили учиться. Вот, я тоже хотел вопрос задать, есть ли азербайджанцы, да, среди ваших слушателей-студентов? Да, есть, 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 и вообще такие молодцы, такие примерные, они, кстати, не только русский язык знают, а еще и турецкий, некоторые там фарси, ну, понятно, английский еще чуть-чуть там тоже, но, может, не чуть-чуть, то есть вот как бы вот это поле язычия, оно уже становится реальностью для нас. То есть в целом достаточно подкованные ребята, да? Да, и мы сразу уже думаем, а какие бы им научные темы дать для исследования, чтобы использовать вот это их знание нескольких языков, переводить источники, например, какие-то методички писать уже на разных языках, в том числе и на своем, и на родном, ну, допустим, для той же сферы этнографического туризма там или еще чего-нибудь, вот. То есть, как вы видите, очень все здорово, я думаю, в этом есть свой смысл, потому что все равно культурное пространство, которое складывалось с летиями и, может, даже тысячелетиями, потому что археологические раскопки тоже торговлю подтверждают между нашими территориями, это все логично, и не стоит это воровать, чтобы не был урон, там, ущерб и так далее, и так далее. Ну, я вот на свободняком бы поставил все-таки, ну, и понятно, что я азербайджанец, типа, заинтересованный, там, все такое. Азербайджан, потому что вот сколько мы с вами читаем и в прессе, и сколько мы видим, то вот такое отношение к русскому языку... Ни в каких республиках, по-моему, нет. ...исключительно наблюдается в Азербайджане. То есть, если я правильно помню, в Азербайджане существует два сектора в образовании русский и азербайджанский. Оба сектора финансируются из бюджета. Из бюджета, да. Ну, вот это восточная мудрость, какая-то верная, такая логика, вот, то есть... У нас всегда двусекторные школы, и русский сектор, и азербайджанский, кто где хочет, там и учится. Да, и глядя на наших соседей, например, там, по СНГ, там, других, да, и сам иногда задумываюсь, ну, я уже тоже давно не в Азербайджане живу, да, а, скорее всего, уже давно живу... Кировчанину. Да, я уже Кировчанин, да. И у меня всегда возникает вопрос, а как вот удается, как бы, вот, вот такое отношение, или как оно формируется, такое отношение детей, вот, к русскому языку, к России, к русским людям? Потому что мы с вами когда обсуждали, куда поехать летом отдыхать, рассказывали, да? То есть все, кто был, кто приехал, в Баку приезжаешь, как... Как к своим. Как к своим, как бы, вот, приехал, все по-русски говорят. Это же очень хорошо и выгодно, потому что денежки из России идут туда, где русских привечают, как говорится. А не секретно для кого, что вот это разрушение полиязычия, оно в Европу привело к тому, что они сейчас, у них на 40-70% упали продажи туристических путевок в Европе. То есть, когда, допустим, помните, была страшная руссофобия год назад примерно, и когда на автобусах писали с российскими туристами Russia, hands of Ukraine, да, все минус 70% туризма, как бы, вот. Ну, поэтому, как бы, а тут взвешенная политика, она, как бы, вечная и для простого человека, и для экономики страны, дает свой эффект. А мы русских принимаем как своих. А вот, кстати, я хочу вас спросить, да, ваши классы, в которых вы преподаете, преподаете, они мононациональные, то есть только азербайджанцы или... Азербайджанские дети. Это все азербайджанские дети? А другие-то национальности есть? Да, другие. Другие национальности в городе, большинство. А, да, это же сельская школа. А я же в селе живу, а там большинство азербайджанские дети. Понятно. Ну, хотя есть, как бы, дети, да. Азербайджанский сектор в районе, в центре района у нас, в Белиссуаре, там есть русский сектор. А как много русских детей учатся? Там шесть школ, и во всех школах русский сектор есть. Как интересно, здорово. Азербайджанцы сами учатся по русскому языку. Они хотят знать этот язык. В том числе в русский сектор, то есть Саргюль говорит, что в том числе в русский сектор идут азербайджанцы. Азербайджанцы сами идут. А сколько населения в Азербайджане? Примерно 9,5 миллиона. Ну, тогда тебя будут понимать еще плюс 145, если ты выучишь русский язык. Поэтому, как бы, видите, это как бы нормально и логично. У нас школа очень хорошая, там и учительница, я вам уже сказала, у нее бабушка была русская. Она очень хорошо преподает русский, и дети любят русский язык. Вот наши дети учатся везде. А, слушайте, а родители детей, которые учат русский язык, они знают русский язык тоже? Нет, не знают. Они же, которые моложе, они знают в селе, а которые уже старшие, они не знают. Давно они, да. Но они же старые, бабушки, дедушки не знают, а вот молодые знают. Мне даже коллеги говорили, что в Азербайджане президент Алиев, ему большое-большое спасибо, оставил даже старую форму организации на селе колхозы в тех местах, где живет русскоязычное население. Да, Ивановка. Да, да, да. Село Ивановка, там все русские. И чтобы сохранился очаг русской культуры в самом Азербайджане? Нет, нет, это в Исмаиле. Это в Исмаиле. И даже оставили вот этот колхоз, чтобы сохранилась русская культура. Пишите письма. Село Ивановка, республика. А, между прочим, то, что производит село Ивановка в Баку, очень популярно. То есть вся продукция. Продукция очень высококачественная. Ну, сельскохозяйственная. Молоко, мясо, там, овощи, фрукты, да? Сметана, овощи, там, ну, консервация, так сказать. Ну и, конечно, вино. У них остались виноградники, если я не ошибаюсь, с 895 года. Да. Видите, как здорово. Они не уничтожили во время Горбачевского. Они отстояли свою виноградники. Сперва их молодые к вам сюда в Россию ездили. А сейчас они не ездят. Остаются там. Сейчас уже все. У них все там уже все хорошо. И ситуация, и жизнь. И они остаются все. Ребята, которым вы преподаете русский язык, ну, наверное, уже более такие взрослые школьники, они что говорят о России вообще? Они планируют как-то сюда приехать, возможно, попытаться попытаться? Почему? Планируют. Планируют, да? Да, у нас там в селе много парней здесь в России живут. То есть ваши выпускники? Да, в России живут. В Россию переехали, здесь работают и успешно себя реализовывают. Вот есть один в Красноярске, его зовут Ислам. Он тоже такой бизнесмен. У него все хорошо здесь. Кстати, вот это... И жена русская. Вот это... Кажется, Олечка, если я... Я просто в другую сторону немножко хочу уйти. Вот слово бизнесмен прозвучало. Я все азизуалючи не могу задать этот вопрос. Вот почему восточные люди, вот среди них много предпринимателей, имею в виду? Они умные. Да, да, да. Ну, русские тоже ничего. Да, 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 да. Ну, тут, наверное, я... Заразный вопрос. Да, давайте я со стороны большой лица на расстоянии. Вам давать себя, может, субъективно? Ну, наверное, смотрите, все мы читали восточные сказки. Там кто был самый креативщик, так скажем, торговец, да, или ремесленник, который что-то делал. То есть как бы вот уже культурные ценности складываются так, что это хорошо, это человек уважаемый, что он что-то производит, делает, какой-то, как сейчас говорят, драйв, да, вот как бы вокруг него. Вот и сейчас это как бы тоже дает свои результаты. Сказки никуда не делись. Да, люди выбирают именно вот такое, так скажем, ну, где-то интуитивно, далеко-далеко вот у себя выбирают вот это этническое и как бы профориентация. Вот недавно мы говорили, а почему такие строительные фирмы у армян как бы успешные или кожевенные фирмы? А потому что у них всегда было такое производство, да, на Кавказе? Ну, мы всегда считали, что лучшие специалисты по обуви, мы всегда считали, что лучшие специалисты это армяне. Ну, вот видите, то есть абонемическая предосположенность есть. А, кстати, ваша семья, Ази Салевич, вот она, ну, какое-то хобби было, вот что-то делать, нет, изначально? Ну, если про семью, то мы, как бы у нас очень трудолюбивая была семья, у нас были, спол свой огород, мы выращивали, значит, и ягоды, и фрукты, и овощи, и продавали, значит, на базаре. Ну, тоже своего рода деятельность, предпринимательность. У нас очень была трудолюбивая семья, да, ну, понятно, что на базаре продал деньги, получил и пошел покупать то, что нужно семье. Так что вот эти моменты для нас в семье всегда были праздником. Это правильно. Да, ну, русский тоже такое возможно. Да, тоже, как бы русское купечество, нет, русское купечество тоже, смотрите, то есть человек самостоятельный, надежный, та же Нижегородская ярмарка, в Ядской губернии было много ярмаров, то есть те же ремесленники. Вот смотрите, на Вятке у нас, в Ядской губернии до революции, было более ста наименований промыслов крестьянских, более ста. По промыслам это было второе место в Российской империи. И смотрите, нефти и газа не было и нет, а промыслов столько было много, и перед раскулачиванием 70% вятских крестьян были середняками. То есть вот эта вот, как бы, ремесленность, промысловость, вот этот торговый, можно сказать, промышленный драйв, он привел к тому, что люди были все обеспечены вот так, вот такая межнациональная картина у нас складывалась. Ладно, мы так от темы образования немножко отошли, давайте обратно возвращаться. Вот Ирина Юрьевна, хочу спросить, ну, вам не только с изображенцами ребятами приходится общаться, но и с представителями других национальностей, а вот кто ближе всего, по духу как-то, по менталитету? К русским, да? А вы знаете, у нас нет таких рамок. Вот я бы, знаете, ваш вопрос вообще... Кто лучше понимает? Да, разделила. То есть вот у нас межнациональное такое общение происходит со студентами-преподавателями, можно сказать, в двух сферах. Сфере языка и сфере, собственно, этнических культур. Ну, тут сфера языка у нас что? Это, понятно, государственный язык русский, и ребята, которые сейчас приезжают на своем языке, говорят хорошо на русском, еще не очень хорошо, они вот записываются сейчас на подготовительные курсы, очень хорошая схемочка, как вот влиться в это культурное пространство, чтобы тебя понимали, еще плюс в своей культуре 145 миллионов, или скрыво, может быть, 147, да? Вот. И остается культурный контекст, мы его широко используем. И преподаватели, и студенты. Ну, представьте это, как интересно, когда ты что-то на лекциях говоришь теоретическое, а примерчики уже не из одной культуры, а из нескольких. И ребята сами встают, и из своей культуры что-то дополняют, как гиперссылки. И получается, вообще и лекции, и образование, и научная работа, втягивание в научную работу, оно только от этого выигрывает, потому что очень много скрытых возможностей. А детям-то самим как хорошо, они раскрываются как личности. Вот сейчас у нас поступили, я вам говорила, ребята из Азербайджана, из Латвии, из других регионов Российской Федерации, потому что наши специалисты антропологии, этнологии, мы пятые в Российской Федерации были, кто открыл эту специальность. Поэтому у нас из Сево-Приволжского федерального округа учатся дети из Пермского края, Коми, Кострома, Нижний Новгород, Яшкар-Ла, там вот из южных наших марийских уездов. Ну, надо отметить, что уникальная специальность, и специалистов-то я бы не сказал, что уж очень-очень много. Тем более они востребованы. Да, они востребованы, но в то же время как раз у нас есть с этим проблема, что недостаточно. И вот, ну, честь и хвала, что вы заселите за достаточно сложную вещь. Вот и пятый в стране. И, кстати, вот один поступил парень из Азербайджана, то есть мы для Азербайджана будем таких специалистов готовить. И вот один ещё учится на подготовительном курсе, в следующем году на первый курс будет поступать. Вот. А часть, кстати, вот этих иностранцев, так скажем, у Санунина для нас родные, как вместе все росли. Из союзов. Да, учиться. Нерушимова. Нерушимова, да, как в нашей передаче и называется. Вот. Будут учиться во втором семестре в Латвии. Вот. Сейчас наши антропологи второй курс готовятся, в конце сентября уезжают в чешский, западно-чешский университет, славянские культуры изучать, и чешский язык чуть-чуть вот так. То есть, как вы видите, у нас не только по регионам России мы можем практики и стажировки проводить, в том числе и за рубеж. Вот. Большое спасибо всем диаспорам в Кировской области. На недавней встрече они мне такую идею высказали, предложение, что не обязательно детей своих национальностей даже, а просто вот людей, которые любой национальности увлекаются культурой той страны, они могут спонсировать, чтобы они ездили туда на практике и в экспедиции. Это вот начинание только, да? Да-да-да, начинание. На Кавказ, Среднюю Азию, ещё куда-то. Ну, потому что одно дело, когда ты учишь в книжках или в интернете, другое дело, когда ты туда съездишь. Вот, пожалуйста, опять поликультурное образование. То есть ты здесь его учил, а там вообще в среду попал, такое включённое наблюдение. То есть это ещё будет эффективнее и качественнее образование, и специалист будет ещё более востребованным, потому что он будет знать не понаслышке. Ну, представьте, или пожить в среде, вот как мы тут говорили нашими гостями, вот, или ты об этом 2, 3, 4, 10 книг прочитаешь. Конечно, лучше пожить в среде. Вот. Тогда на все вопросы будут ответы. Вот такое образование у нас тоже есть. Ну, и вот ещё есть вопрос. Я думаю, что, наверное, на него тоже надо ответить. Хотя, понятно, что я про себя знаю ответы на эти вопросы, но хочется, чтобы ещё и слушатели. Вот, Саргюль Ханым, я знаю, что в этом году в Азербайджане год мультикультурализма, кстати. Да. Возможно, Светлана Юрьевна, надо связаться там с организаторами, и что-то ещё можно будет, какие-то мероприятия туда приехать совместно. В чём он выражается? Там целый ряд мероприятий, не то что по пропаганде, а по демонстрации, значит, мультикультурализма. Исторического позитивного опыта. Да, да, да. Ну, наверняка мероприятия носят там и исторический характер, научный характер. Да, да, да. И вот с этим я вот хотел бы, так как у нас всё-таки вопросы не только межнациональных, но и межконфессиональных отношений, да, мы периодически рассматриваем в своей передаче. А вот как удаётся, какими средствами в школе, или вот как удаётся вот этот мир межконфессиональный, да, между христианством и исламом, и какие примеры там в Баку, например, есть, да, вот как в школе к этому относится? Очень хорошо относимся на все праздники. У них, когда бывает Пасха, мы улыбаемся. В смысле, у нас Пасха? Нет. У них-то у них-то. У них, потому что она всё-таки... Из Азербайджана. У вас Пасха, но у нас там в Баку тоже бывает Пасха. Вот когда у русских Пасха, дети азербайджанские радуются, потому что у них будет пирог. Кулич. Кулич, а когда у нас бывает дно в Рус, они, русские дети, улыбаются, смеются, потому что у них будет пах лавы, шокер бры. Вот мы эти праздники всегда ждали, когда были с детьми. Причём в два раза больше праздников. Да. На самом деле, я как-то об этом говорил. Мы никогда не думаем, что это русский праздник, это не для нас, это для всех. Если празднуют русский, значит, празднуем и мы. Видите, в Европе такого нет. А у них какое-то разделение, у них крах этого мультикультурализма. А на просторах бывшего Советского Союза, как бы, вот, есть очень позитивный опыт, как и в учёбе, и в общении использовать вот эти разные языковые, разные культурные характеристики. У нас очень уважительно относятся такие праздники. Вот если в церкви у них все собираются, мы тоже к ним туда. И наш глав тоже, вот шейх наш, туда пойдём, поздравим. Главы конфессии идут во время Пасхи? Они все собираются вместе. Или в синагоге праздник тоже туда. Или у нас у себя, или в католические, там немецкие у нас церкви. Все, вот они в центре города, в совсем центре города. Мы имеем в виду Баку. Да, Баку в центре города. Чем он и примечательен ещё, да, в том числе, потому что всё вместе находится. Вот, относимся очень хорошо, очень уважительно. Все азербайджанцы так относятся. В том числе, центральные улицы, названные в честь российских писателей. Писателей, у нас там улица Толстого, улица Пушкина, Лермонтова. Предложения не возникают вернуть или перенебио перенадовать? А они из древолюционных времён были, писатели-то древолюционные. Мы их любим. А Муслим Агамаев, вот чей это певец? Это ведь не только азербайджанский певец, и российский. Его тоже все любят, слово поклонников. Вот, смотрите, он женился здесь на Синявского и любил её до конца смерти. До конца жизни. До конца жизни, да. Видите, какая дружба народа. Мы продолжим программу с Вестерашимой. Я просто подчеркну одну вещь, вот то, что вы сказали, что два раза больше праздников, оно легло очень на то, я просто подчеркну Ирину Юрьевну, не случайно говорить, что, а вот сколько населения, 9,5 и плюс 145. И, то есть, это означает, вот это то, о чём вы сказали, что вот такое вот равное душевное отношение, оно даёт больше радости в жизни даже просто числом, а уж не говоря о том, сколько тепла люди получают, в результате того, что они готовы вот так вот жить, доставлять друг другу радость. И вот сейчас можете переходить к рекламе, да. Да, середина часа, нам надо прерваться. СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Продолжается программа СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, представляем ещё раз наших гостей. Сыра Гюльханым, преподаватель иностранных языков Хромандалинской сельской школы Белесуварского района Республики Азербайджан. Ирина Тружкова, член рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству, общественной палаты Кировской области, профессор кафедры всеобщей истории и политических наук Вятского госуниверситета. Ну, а самое-то главное, я бы сейчас больше подчеркнул заведующей кафедрой антропологии. Ну, это бывшая, сейчас её как бы оптимизировали. До объединения, до слияния вузов. Ну, раз специальность у нас присутствует. Да, специальность осталась. Это большое дело, это серьёзная и важная специальность, востребованная. Да, с Рыгюль Ханым хочется задать вопрос. Вообще, азербайджанская система образования, среднего образования, можно так говорить, среднего образования? Да. Общее среднее образование, она сопоставима с нашей-то, да? То есть, это общее такое советское наследие. То же самое всё? Кажется, да. Ребята идут, те же самые уроки. Сколько продолжительность уроков? Какая? Шесть уроков. Шесть уроков по? Если пять дней в неделю, тогда и бывает седьмой. Седьмой. А сколько продолжительность урока? 45 минут. 45? Ну, всё стабильно. А у нас 40 ведь уже, или нет? Нет, ну, в средней школе. Я не знаю, как, честно говоря, не знаю, но, наверное, 40-45, в принципе, это не делает по годности. Ну, примерно всё то же самое. Так что всё осталось вечное, ценное. Ведь не всё нужно с переменами ломать, и это до основания. Что-то вечное, нерушимое, которое там с каких-то там времён идёт незапамятных и хорошо себя проявляет в работе, зачем это лрушить? А есть, кстати, среди ваших учеников ребят, которые, ну, вот, не даётся им русский язык, ну, вот, никак? Или нет таких? Бывают. Бывают? Бывают иногда. С чем это связано? С чем связано? Они не хотят учиться за это. А, то есть это, как бы, общий такой литяй-лодырь. Да, вот не только литяя. Ну, может, не литяй-лодырь, может, просто хулиган. Если не литяя, так изучает. А система оценок пятибальная? Пятибальная. Пятибальная, да. Точно так же ставить. То есть, ваше сейчас получается огромное количество учеников. Да. С русским языком. Да, с русским языком, именно с русским языком. Так, о чём и речь? Я почему сказал, что Азербайджан особняком стоит? А вот иногда изучают английский в школе. А после школы они и русский изучают. Им нужно бывает. Ну, видите, раз мы теперь в Евразийском союзе, во всех БРИКСах, СНГ и так далее, в ШОСах, да, сейчас, вон, видите, какая большая встреча во Владивостоке идёт. В Китае ведь тоже появился большой запрос на русский язык, потому что договоров только экономических мы заключали чуть ли не до 50 лет. А кто это будет всё обслуживать в языковом смысле? Вот, конечно, поэтому обучение во всех этих странах, оно уже встаёт такое, знаете, ну, межстрановое, да. Кто-то едет в Китай, вот в Азербайджан будем направлять по конкретным способам, вопросам изучать всё это. Кто-то в Россию, потому что, ну, мир глобализуется, в этом ведь не совсем всё плохо. Тут надо знать предел только, до какой степени мы глобализуемся. А так-то вы очень много, видите, хорошего. Язык всем надо знать. Конечно, конечно. Кстати, русский язык, ведь это ещё и русская литература. Как с русской литературой? Хорошо. Что? Что ребята изучают? У нас конкурсы бывают по русскому языку. Ежегодные? Стихотворения там говорят. А, конкурсы, это что-то нашей Олимпиады, да? У кого ещё лучше будет? Конкурс чтецов. А, конкурс чтецов. Да. У кого получше. Какие авторы произведения, каких авторов? Вот ваших. Ваших, наших классических? Классических. Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Да, Пушкина больше всех любят. Пушкина любят. И Есенина любят. Я помню чудные мгновения. Ты жива ещё? И так далее. А Пушкин вас любил, любовь ещё быть может. Видите, как здорово. Хоть бы у нас дети в России также это знали. Ну, знают, наверное, у нас тоже, наверное, конкурсы проходят. Надо, ну, мне кажется, что, я аккуратно скажу, что мне кажется, что нашим школьникам нужно знать таких представителей мировой литературы, уже сегодня признанными ЮНЕСКО, в том числе, как Низами, Физули, Фердауси, там, ну, и так далее, и так далее. А раньше ведь их публиковали в советское-то время. Я знаю, это же библиотека всемирной литературы, там были... Ну, это Низами не только поэт, но он и философ. Да, да. Потом Насиме, то есть один из представителей величайшей суфийской философии, там. Ну, и так далее, и так далее. Я думаю, это дело будущего, чтобы вот в это поликультурное образовательное пространство включить ещё вот какое-то изучение выдающихся учёных, писателей, поэтов из соседних стран. Мы как раз сейчас над этим и работаем. Помните, мы весной говорили, что пока не очень быстро, но продвигается у нас ведь написание учебного пособия «Основы духовно-нравственных культур народов Вятского края». А в рамках России это народов... Кто и кто инициатор? Россия – это вот общественная палатка. Мы как бы синициировали такое, сейчас пишем, насколько хватает скорости. А ведь если расширять дальше, это федеральная инициатива, в принципе, народов России, поскольку у нас только диаспор, мы вот сейчас дали библиотеке национальных культур, как бы их очень попросили, не задания, их очень попросили, они молодцы на это, они тоже у нас в рабочей группе. Они вот все эти книги собирают, и там отрывки мы в это учебное пособие будем вставлять, чтобы дети гордились и знали, что у каждого народа были свои поэты, писатели, учёные. То есть вот как бы это тоже язык и культура в образовании. У меня тут тема, походу, родилась для диссертации какой-нибудь, вклад азербайджанского народа в экономику, предположим, Кировской области. Как вам, Алиса Альич? Ну, нормально. Связи-то ведь давно уже существуют. Мы о многих вещах с вами говорили. Например, мы говорили, что 90% там топлива, которое нам понадобилось во время Великой Отечественной войны, это было топливо Баку. Если бы не было бы бакинской нефти, то... Танске бы на чём ездили. Поэтому, ну и далее там много, о чём мы можем с вами говорить по взаимоотношениям России с Азербайджаном. И сегодня мы можем сказать, мы видим наяву и политическое, и экономическое сближение России с Азербайджаном. То есть это страны, которые друг другу лицом уже плотно стали, и вот этот коридор север-юг, который, значит, через Россию идёт на Персидский, через Азербайджан идёт на Персидский залив, который важен для экономики России, в том числе и для экономики стран залива. И вот все эти экономические и политические моменты, конечно, должны подкрепляться, как Ирина Юрьевна правильно говорит, культурными, значит, связями, образовательными. Чтобы не одна логистика, чтобы она не только фурами была представлена. Не только, как говорится, только-только бизнес. Да, не только. И не должно быть. Только бизнес, он всегда хромает. Сегодня есть, завтра нет. А когда это всё в контексте кончинар... Народы должны любить друг друга. Точно. Уважать должны. Семьи побольше должны быть. И русские должны, и азербайджанцы. Вот как мой брат. Да. У неё жена русская, Татьяна Васильевна. Да, да. Вот. А, кстати, там, где вы живёте и работаете, там тоже есть. Приветствуются смешанные браки? Да. Ничего. Очень даже рады бывают. Детей много. Ну, видите, сейчас материнский капитал тоже даёт своё, как Киров и Кировская область. Уже есть первые Г, первые Д, первые Ж. То есть, как бы, вот, мы ждём, не дождёмся, когда эти все ныне первые классы придут в ВУЗ. В высшую школу? Да. Терпите. Терпите. Тогда мы пойдём преподавать эти санкции. Ну, всё может измениться. Кстати, по поводу работы ещё, Ирина Ильина, со студентами. Ну, про барьеры хочется спросить. Языковой барьер он основной? Ну, вот, как бы, видите, он, если он есть, он снимается вот этими подготовительными курсами, занятиями различными. А, кстати, подготовительные курсы, они в чём заключаются? В чём их слушаются? Люди, вот, учат русский язык, там русский язык, культура речи такие есть предметы. Ну, также русский язык, как иностранный. Филологи занимаются, да? Да, филологи профессиональные. Они вот с иностранными детьми как бы учат. Причём не только из СНГ. Из Африки у нас много учатся. Ну, да, мы знаем. А вот из Сирии в этом году, я так помню, поступили от войны. Просто иногда выходишь, вот у нас из редакции, да, мы на театральной площади находимся, и зима, 30-ти градусный мороз, и идут вот эти мальчики. В кедах, да. В кедах. Господи, как их жалко-то. Ну, просто вот, видите, культурно как бы адаптироваться. Ну, я сама знаю, по своей ещё учёбе в советские годы, когда к нам приезжали те же представители Африки, Латинской Америки, им чуть ли не все складывались на заячью-кроличью шапку, потому что, говорит, а я тепло оделся, и там такой узенький шарфик сантиметров пять. Это называется самая тёплая одежда. То есть, как бы вот, ну, такой культурный аспект, как бы всегда был. Адаптируются, все хорошо. А в каких условиях они живут? В каких условиях эти ребята? В каких условиях они хорошие, им всем полагается. Общежитие, да. Если они учатся через Министерство иностранных дел по программе обмена, им и стипендию платят. Вот, так что всё нормально. У них там ещё какие-то есть льготы. Вот. И соцподдержка. Поэтому я думаю, это всё правильно, потому что потом, когда мы к ним будем приезжать и по туризму, и по работе, у нас уже там будут везде друзья. Ну, самый сложный барьер, мне кажется, ну, вам виднее, как специалист, но это ментальный барьер. Да, да, да. Не столько языковой, как таковой язык можно вызубрить там и так далее. Да, из-за этого они язык, ты знаешь, русские аркеды ходят. Да, вот ментальный барьер, он самый сложный, и там есть много вопросов, которые надо разрешать в головах. И их надо действительно разрешать. Я согласна, согласна. Мне кажется, рождается тема для следующей программы. И для программы, и для диссертации, вот эти методички, да, методички. Преодоление ментальных барьеров. Да, а может быть, некоторые и не надо преодолевать, а может, их использовать надо. То есть это как бы очень тонкая такая тема. Она на самом деле достойна отдельного обсуждения. Вот, потому что некоторые надо использовать, некоторые преодолевать, некоторые пусть параллельно. Некоторые надо распространять. А некоторые, да, распространять. Например, традиционные ценности. А почему бы как бы не говорить о них побольше, поярче, да, вот так вот. Можно, да. А мы посвятим, пожалуй, одну из ближайших передач в Союз нерушимый. На сегодня нам приходится завершать. Спасибо всем. Да, время пришло. Еще раз с первым сентября, Днем Знаний. Кстати, в Азербайджане это праздник? 15-го будет. Это праздник вообще? Это праздник? День Знаний. Тоже День Знаний, да? День Знаний, да. Как по-азербайджански звучит? Беликюня. Беликюня, да. Ну, я всех коллег и всех учеников, и всех преподавателей, и всех студентов вуза, вообще всех жителей нашей страны, да и соседних стран, потому что школа, учеба через жизнь каждого проходит. Поздравляю с Новым годом учебным. Вот. Еще один год незаметно подкатился к нам учебной. Новая веха. И пусть учение, наука для всех в нашей стране за бежом будет светом, силой, а тем, что нас объединяет в союз, на самом деле, нерушимый. Ну, и спасибо. Ну, и еще вспомним о том, что у нас скоро День Учителя, еще праздник 5 октября. А в Азербайджане есть День Учителя праздника? Да, да, да. Так же, по-моему, в октябре. Так же, 5 октября. Ну, так это же наш советский праздник. Правильно, очень хорошо. Мы продолжаем отмечать этот день. Спасибо, всего доброго. Всех с праздником. До свидания. Спасибо. Союз нерушимый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин